Друзья, привет! По своему портфелю небольшие изменения, которые хочу озвучить. Портфель немножко подрос, как видите. Я никуда не тороплюсь. Потихонечку, полигонечку, ну как потихонечку, 40% годовых я тоже, нате, не хухры-мухры. Но не гонюсь за рынком, когда он резко идет вверх, я своим темпом иду. Ну, зато потом, когда он падает, я продолжаю этим темпом. Что из последних изменений? Немножко, как видите, добрал золото. И полюса чуть-чуть взял, и полиметалла чуть взял. Но все-таки оставил место для добора. Золото, друзья мои, это очень долгосрок. Вот прям вот то, что и потомки наши будут, на мой взгляд, использовать. Поэтому тысячи, тысячи лет уже финансовые системы меняются, страны меняются, режимы меняются. А золото как ценилось, так и ценится. Время от времени я по нему разгружаюсь, время от времени загружаюсь. Но загрузившись по золоту, я готов сидеть в нем очень долго. А очень долго в нем особо никогда не сижу, потому что рынок волатильный, туда-сюда ходит. Я периодически разгружаюсь. Как помните, разгружался я, когда за 2000 долларов за унцию разгружался. Потом загружался опять на 1700, там 1800, потом на 1900 долларов за унцию разгружался. А сейчас вот чуть пораньше начал загружаться. Потому что, ну, вот так идет, разгрузился, чик, нагрузился, разгрузился, загрузился. Ну, по стратегии инвестирования в институты мои посмотрите, там очень много статей, поэтому тут можно говорить и говорить об этом долго. Я месяц об этом людям учу, месяц людей, не просто так, ни в одном видео. Давайте по портфелю. Что у нас там дальше? Система. Систему просто продолжаю держать, не докупаю, не продаю. Когда люди еще раз осознают, что она недооценена, я еще раз им, еще раз немножко зафиксирую. Но систему, вот, пока, сколько у меня тут процентов в портфеле-то ее, 117 тысяч, да, из полтора миллиона. Ну, там сколько там, 8, да, там, 7, посчитайте, возьмите какую-то, посчитайте. Московская биржа. На третьем месте по стоимости позиции. Вот говорят, что цены большие на московскую биржу. А что большие? Вы смотрите по динамике развития компании, по динамике денежных потоков компании. Люди приходят, и приходят, и приходят, и приходят. И вы, кто вот смотрит это видео, вы мне скажите, сколько у вас было на счету, да, год назад. И сколько сейчас? И сколько через год будет на счету? И за каждую сделку вы будете бабосики отдавать московской бирже. Московская биржа будет это вот что тебе прибыли давать, и часть прибыли будет давать мне, как акционерам московской биржи, и вам, если у вас есть эти акции. Поэтому, что касается бирж, я покупаю постоянно. Санкт-Петербургская биржа не торгуется, к сожалению, пока еще на бирже. Но зато некоторые компании ее акции покупают. Допустим, Тинькофф покупает, ВТБ покупает. И покупая акции ВТБ, я таким образом инвестирую в акции Санкт-Петербургской биржи, пока она не вышла. Я также в систему инвестировал, пока Сигежа не вышла, пока Озон не вышла. То есть, хотелось эти компании купить, но их не было на рынке. Я покупал систему. Я продолжаю систему покупать, потому что еще раз говорю, что одна из самых недоцененных компаний. Так, что там? Ростсети. Ростсети, вот я как взял давным-давно, так и держу ее. Ну, когда на обвале брал там, даже дороже, чем сейчас брал там, 1400 с чем-то. И все. И успокоился примерно столько, сколько надо. Потом, когда будет поход наверх, чуть-чуть разгружусь. И компания достаточно надежная, чтобы в ней долго сидеть. Вообще, друзья мои, как видите, я иногда разгружаюсь. Но все, что я покупаю, я беру в долгую. Просто рынок дает иногда возможность немножечко дополнительно заработать и немножко подрезать прибыль. Так, я, в принципе, во всех этих акциях готов сидеть долго. Но долго, слава богу, не получается, потому что они растут. И мне приходится делать ребалансировку, потому что есть определенная структура портфеля, которую я должен соблюдать. Я делаю ребалансировку. И верхушки иногда срезаю. Так, по мэйлу. Ну, по мэйлу, помните, когда он даже первую позицию занимал по стоимости, когда я его набирал. Ну вот, недавно так я его часть скинул. И оставил столько, сколько вот мне не напряжено ждать роста. А роста я жду, потому что компания развивается. Игровые направления особенно у нее развиваются. Ну, вот эти игры. И причем игры, это не какие-то там непонятные. Вот, допустим, там, варлорды, да. Но я в играх не очень силен. Но, как бы, не трачу время. Единственное, что я играю, это Герой Мечали Магии. Третья часть. И то очень редко. Это так. В память. Это как шахматы. В общем, только в игровой форме. Так, Норникель. Норникель входит в основу моего портфеля. Просто сейчас цены не очень привлекательные. Но вот я всегда позволяю себе. Ну, как всегда. В том обозримом будущем, в котором я веду свой портфель. И какой у меня стык надо есть. Сколько лет. Я Норникель держу. Просто время от времени его больше закупаю. Вот, допустим, когда Родники потопило, больше закупал. Когда запустило, я оставил там половину, распродал. Оставил половину на долгосрочный рост. Потому что, друзья мои, никуда. Вы можете печатать просто тонны долларов. Вы можете имитировать просто безумное количество криптовалют. Но все-таки людям нужно из чего-то строить. Нужно на чем-то ездить. Нужно микросхемы где-то брать. Даже хоть для тех же самых криптовалют. Поэтому цена металлургии, она... Ну, ее нет куда взять. Вы можете крипты имитировать, кучу токенов выпустить. Вы можете долларов кучу выпустить. А металлов вы кучу не выпустите. Вот сколько есть, столько добывается. Столько есть. Поэтому спрос на них есть и будет. И тем более на Никель. Тем более на Палладий. И Никель, который используется в электромобилях. Палладий, который используется в микросхемах. И, что интересно, в фильтрах. Вот сейчас директивы везде насчет углеродов. Углеродных выбросов. Что? Снижаем углеродные выбросы. А фильтры вот на эти огромные заводы, которые перерабатывающие, они из чего, думаете? Там в фильтрах используется Палладий. Поэтому спрос еще будет. Ну вот, такой небольшой обзор. Продолжаю следовать своей стратегии. Можете историю портфеля посмотреть в Инстаграме моем. Там тоже Вантала Капитал наберете или Вантала Роуд. Ютуб-то недавно завел. Поэтому, в принципе, все показываю, рассказываю. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам.